Памятник Минину и Пожарскому создан для того, чтобы почтительно смотреть на него снизу. А если оказаться с ним вровень? Настоящие библейские красавцы. Там мы еще окажемся. Но вначале от тех, кто потерял всякое почтение, еще находясь на земле. К концу 20-х годов, богатых на отречение от Старого Мира и его Старого Мира разрушения, под памятником гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади зашаталась земля. Большевики решительно расправлялись с наследием царского режима. Памятник генералу Скобелеву – долой. Чудов монастырь – снести императора – это уж точно. А вот памятник Минину и Пожарскому стоял, и это нравилось не всем. Некалендарный 20-й век начался в России с революции из поэмы Александра Блока «12». «Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем капулей в святую Русь, в кандовую, в избиную, в толстозадую». У поколений революционных романтиков действительно не было прошлого. Оно жило в будущем, и в будущем не помнило никакой святой Руси. А Минин-то с Пожарским были, пожалуй, за Русь. И вот не только поэты, газетные публицисты писали. В Москве напротив мавзолея Ленина и не думают убираться во свояси гражданин Минин и князь Пожарский. Представители Боярского торгового союза, заключенного 318 лет назад на предмет удушения крестьянской войны. Однако финальный удар, помененный Пожарскому, нанес в том же 1930 году главный пролетарский поэт и главный народный трибун – Демьян Бедный. Демьян Бедный состоял, кажется, из двух химических элементов – пролетарской ненависти к контрреволюции и пролетарской же любви. Ну да, к революции. То есть всех, кого не надо, громил, кого надо – любил. 5 декабря 1930 года газета «Правда» опубликовала новый опуск Демьяна Бедного «Без пощады». Нет, Минина жертва была не напрасной. Купец заслужил на бессмертие патент. И маячу достели на площади Красной, самый подлый, какой может быть монумент. Крепкий Минин стоит раскоряка перед дворянским кривлякой, галаштанным вояком. Подрежая вояку на роль палача, и всем своим видом оголтела крича. Поход, князь, на Кремль. Перед нами добыча. Кричит с питернею одной у меча, а другой у тернею тыча. На гранитный, надгробный шатер и меча. Такого удара и от кого? От Демьяна Бедного. Минин с Пожарским могли и не снести. И осталась бы Красная площадь без своих дозорных. Памятник ушел бы на переплавку, а взамен мог появиться кто угодно. Да хоть девушка с веслом. Но Демьян, всегда чутко державший нос по ветру, впервые сплоховал. Что-то изменилось. И способно ли это что-то удержать памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. А если да, то как? Только кажется, что о подвиге Минина и Пожарского помнили всегда. Нет. То и дело приходилось напоминать. К осени 1611 года положение московского государства было отчаянным. Поляки завладели Смоленском и вступили в Москву. Государство было ослаблено, династия прервана, Россия висела на волоске. Нижегородцы Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение и всем народом русским освободили столицу. Пример гражданственности и патриотизма был вознесен на пьедестал не сразу. Только через 200 лет страна снова узнала своих героев. Потому что повод появился. В начале 19 века Европа знала, ее ждут большие перемены. И Россия знала, и позарез нуждалась в поднятии боевого духа, русского духа. Так что героев вспомнили. Но не сразу. И не всех. Например, в истории государства российского, авторства первого популярного историка Николая Крамзина, Минина нет вообще. Только князь. Пожарский, 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 пожарский. А Минина? Нет Минина. Потом выяснилось, что ополчение Минина и Пожарского, конечно, патриотическое, но не такое уж безраздельное национальное. Они говорили, хотите бы нам на российское государство царем и князем всей Руси государского сына Карла Филиппа Карловича? А Карл Карлович это кто? А это шведский принц. Русское национальное движение хотело сделать русским царем шведского принца. Ведь им-то главное было не, чтоб квас и баню любил, а чтобы в российском государстве была тишина и покой, и крови крестьянской перестатье. Но шведский принц медлил, и трон предложили... Нет, снова иностранцу. Брату германского императора Рудольфа Габсбурга, Максимилиану. Ну и тот. И земский собор развел руками. Пришлось выбрать царя из своих. Роман. 200 лет спустя общественность забыла все нюансы русского освободительного движения, зато вспомнила главное и потребовала поставить Минину и Пожарскому памятник. Как? Памятник? Не царю? Да и царям в Москве памятники не ставили. Вообще никому не ставили. Это все там, в Петербурге. Поэтому, когда общественность потребовала, пра-пра-пра-пра-внук Михаила Романова Александр I предположил, что из затеи ничего не выйдет, потому что денег не соберут. Но скульптору Ивану Мартасу уже было неважно, соберут ему денег или не соберут. Махнул рукой и начал работать. Он происходил из крохотного украинского местечка Ичня, а не из Москвы. И потому дурных стержательских склонностей не имел. Про Мартаса уже тогда сочиняли хвалебные стихи. Кто тот отважный Прометей, кто вечность зраку представляет? Зраку, то есть зрачку, глазу. И Мартас представил. Макет памятника Минину и Пожарскому был готов. Потом надо было долго и упорно сражаться с Наполеоном, наконец, выиграть войну, взять Париж и на патриотическом подъеме собрать средства на отливку памятника. Наконец, за 9 жарких минут памятник был отлит. Но где? Не в Москве. В Петербурге. Железных дорог в России еще не было. Лошадей на 20 тонн не напастешься. И скульптуру было решено сплавлять по воде. Памятник пропутешествовал по рекам все лето, заплыл во все русские города и, наконец, прибыл в Москву. 20 февраля 1818 года, ровно 200 лет назад, памятник был открыт в Москве, на Красной площади, в присутствии Александра I и всей королевской царской брати. Этот памятник сразу после войны с Наполеоном как бы переутверждал Россию. И, несмотря на внешний самодержавный пафос, подспудно напоминал, что главный человек в России это каждый человек в России. Памятник был установлен прямо посреди площади. Вот здесь. Чтобы каждый выходящий из ГУМа, ну, тогда верхних торговых рядов, думал о вечном. То есть, России. А теперь, не переставая думать о вечном, окажемся у самого памятника. О том, как он переехал к краю площади, чуть позже. Обычно памятники, если оказаться с ними лицом к лицу, выглядят не совсем так, как снизу. Но это объяснимо. Скульптор Мартес не рассчитывал, что через 200 лет найдутся вот такие умники с подъемниками. У них вични. Так не делали. Ну что же, несколько элементов, которые можно разглядеть только сверху. Во-первых, большой православный крест на груди у Минина. Во-вторых, кудри на голове у обоих настоящие библейские красавцы. И в-третьих, аккуратные, коротко стриженные ногти на руках и ногах. Такого с земли не увидишь. А еще только сверху можно разглядеть изящный орнамент на полах одежды каждого из них. Хотя у князя, по-моему, все-таки поизящней. Но с другой стороны, он ведь князь. Первое, на что обращает внимание, оказавшись лицом к лицу с Мининым, это то, с какой поэтичностью вылеплен Мартасом указующий Мининский жест. Как напряжен указательный палец. Он напрягается вместе со всей остальной рукой. И нельзя представить, что человек, который вылепил такое, никогда в своей жизни не видел Микеланджело. Кузьма Минин даром, что не был помянут Карамзиным, почитался, конечно, всей России. И особенно московским купечеством. Это была их ролевая модель. Мол, надо будет, и мы, купцы, Москву спасем. Но правила ведения бизнеса на Руси всегда были одни и те же. И про таких квасных патриотов говорили. Борода-то Минина, а совесть-то Глиняна. Минин и Пожарский весь 19-й век гордо стояли над всей Москвой и, глядя на них, одни усмехались, а другие гордо расправляли плечи. Это стал по-настоящему народный памятник, известный всей Москве и всей России. Но вот прежняя Россия закончилась, большевики рушили ее мертвеющие остатки. А Минин с Пожарским так и не знали, что им-то делать. Династия, которую они своими руками привели к власти, закончилась спустя 300 лет. Монархия пала, страна Россия не было больше такого. Пока Минин с Пожарским пребывали в неведении по поводу своей судьбы, ее пророчили им другие люди. Наконец, фельетон Зимьяна Бедного от 1930 года. Самый подлый какой может быть монумент. Неужели подлый монумент был приговорен? Всегда знал Демьян Бедный, куда ветер дует. Будто был у него какой прибор внутри. Но к тому времени начались тектонические сдвиги в советском государстве. И, видимо, слишком твердо стоял на ногах пролетарский поэт, чтобы почувствовать, как земля затряслась. И поехали. Начало тридцатых Иосиф Сталин полновластный властитель Советского Союза. Он самодержец и посамодержавнее, чем русский царь. Стоп! Как царь, с которого и Минин, и Пожарский готовы были отдать жизнь. Это значит, там, в бронзовом монументе скульптора Мартаса, как иголка в яйце. И жизнь, и власть, и такое яйцо трогать не стоит. Внешне все продолжается будто по-прежнему. Большевики знать не хотят свое русское прошлое. И храм Христа Спасителя без страха и упрека отправляют под снос. Но Минин с Пожарским. Демьян думал, их тоже можно. А их уже нельзя. Уже на следующий день после фильетона бедного выходит газета «Правда». И там со всей официальностью ЦК обращает внимание, что за последнее время в фильетонах товарища Демьяна бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании России и русского. Над Демьяном бедным повисает дамоклов меч. Но у того сбиты все органолептические приборы. Он пишет Сталину письмо с возражениями и получает ответ. Оно начинается так, что впору хвататься за сердце. Письмо ваше получил, вам нужен по-видимому мой ответ? Что же, извольте. Дальше Сталин начинает разнос, где самое мягкое место и это называется у вас большевистской критикой? Нет, высокочтивый товарищ Демьян, это не большевистская критика, а клевета. Для Демьяна бедного это станет началом конца. Нет, его пощадят и оставят в живых, более того, переселят на Тверскую, в дом для идейно близких литераторов. Вот, и доска мемориальная имеется. Но прежнего полета Демьяна уже не совершит. Будет летать еле-еле, тише воды, ниже травы. А почитание русской истории вернется окончательно после войны. На Тверскую впрыгнет конь с Юрием Долгоруким, по всей стране начнется пестование всего русского. Для прочих народов это станет новым испытанием, а для некоторых трагедии. Минина с Пожарским сдвинут краю площади еще в 31-м. Чтобы не мешали парадам. Они не помешают. Пока Минин с Пожарским стояли здесь, то показывали прямо на мавзолей. И это им бедный никак простить не мог. Как там пятернёю тыча в гранитный надгробный шатер Ильича. А острословы шепотом обозначали соседство куда внятнее. Реплика Минина смотри как князь какая мразь у стен Кремлёвских улеглась. Передвижка решила проблему. От нового места Минин с Пожарским указывали исключительно на исторический музей. А еще нашествующие по площади войска. Ни одна киносъемка парада ни тогда ни теперь не обходится без державного кадра из-за Мининской руки. А фотографии москвичей и гостей столицы на Красной площади обязательно включают в себя не только Спасскую башню и разноцветные купола, но и двух героев. Первый памятник за всю историю Москвы. Но пройдут десятки и сотни лет воздымутся патриотические волны и падут, а Минин с Пожарским на главной Московской площади останутся главным ее монументом. 400 лет назад гражданин Минин и князь Пожарский стали зачинателями новой России. 200 лет назад скульптор Мартас стал одним из зачинателей новой культуры, в которой прежде не было ни памятников, ни, по крайней мере, добровольных народных пожертвований. И Минин с Пожарским на Красной площади стоят бронзовым напоминанием о том, что человек в России всегда способен на гораздо большее, чем свысока, можно было подумать. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова